Да, давайте, я как раз его начинал там. Я сомневаюсь, что мне нужно... Что-то мне нужно что-либо добавить, или что мне нужно воспользоваться чем-либо для оставшегося. Ну, при роде ли это как... Сомневаюсь, что мне нужно либо что-либо добавлять, или я колеблюсь. Эпистаз. Ведь... Ну, я вот не понял все-таки, что такое эпилопис. Эпистаз. Эпи локус это, ну, остающиеся. Ну, к оставшим. Надо ли что-либо добавлять к оставшемуся. Я уже не помню, что он выше был. Надо ли... Тут нет слова добавлять. Ну, есть хрессивное, пользоваться. Ну, надо ли воспользоваться еще чем-либо к этому оставшемуся. К доставшемуся. К оставшемуся. Ну, я в прошлый раз смутану оставшемуся. Еще и го. Готи... Вообще-то этот активус инструмент должен быть. Я должен воспользоваться чем-либо из оставшегося. Ну, есть то, чем он не воспользовался. Либо время у него еще есть, там, 20 минут. Либо пять страниц пергамента, допустим, папируса. Либо список каких-то деяний каких-то, да, которые он начинает именовать. Тут не сказано, что такое это был вопрос. Я не знаю, как воспользоваться тем, что осталось. Либо временем, либо материалом, к которому можно заполнить оставшуюся часть речи. Ну, у итальянцев точно такой же смысл, как и у Дмитрия. Какой? Если по-русски. Еще раз? Ну, и какой он? Я не знаю. Я сомневаюсь, как... Ну, компотарми Регуарда, в общем, как мне вести себя по поводу того, что осталось сказать о нем. Вообще, я не знаю, что о нем сказать дальше. О нем, о таком. Что-что? О ком это о нем? Ну, от Изея, конечно. Тут слишком много у него было подвигов, вот он говорит. Уж не знаю, как бы, как описать оставшуюся. Ну, тут написано по-гречески-то не так, крыса мой. Ну, Дмитрий предложил, как заняться оставшимся, да? Так вы сказали, Дмитрий. Ну, да, что мне делать с оставшимися, в смысле? Ну, с чем? С эпилопой. Что мне делать с оставшимися? Ну, как меня себя вести дальше, в смысле? С тем, что осталось сказать, наверное. Ну, с оставшимся материалом. Можно его сказать, а можно его пустить. То есть эпилопой, да? Ну, да, но это не инструмент. Почему? Воспользоваться чем-то. А какой-то это функция? Какая функция дать его? Добавить? Добавить, потому что уже было сказано. Ну, что-то такое. Может, что-то сделать просто для оставшогося? Ну, как-то. Есть же готі, что так хересимая. Значит, там они пишут, что это нетрадиативное, я думаю, да, храм, где-то видел такую фразу? А, это эпистома, нефистом, неинтразитивный. То есть тут, смотрите, в поздних текстах, то есть после Гомера, по большей части издатива. А сапузативом для интразитивной. Инфра – это что такое? Воспользоваться какой-то вот этой одеждой, да? Воспользоваться каким-то там грамоси. Воспользоваться какими-то именами Бога, что ли? Воспользоваться деньгами, хорошо, серебром, да? Воспользоваться оставшимся. Воспользоваться все-таки это все инструменты, я понимаю. Скажите, что они прав. Ну, почему же хотите, чтобы это именно инструменты? У нас есть готихрессумы, то есть что делать? Что сделать, да? Что бы сделать? То есть эпилопы, если можно какой-то комоди на пользу оставшимся. Ну, где же там комоди? Вот я сейчас смотрел, храмы, там не было комоди. Там везде инструменты. Вы можете найти там комоди, например? Эпилойпос? Ну, логос, может быть, или эргос? Ну, а как вы тогда переводите готи? Я пока не понял тоже, я тоже это не понимаю. Ну, у вас просто тогда выпадает готи. Выпадает, да. Ну, я поэтому не понимаю перевод, а у вас не выпадает? Я думаю, как раз-таки готи, это именно что мне делать, а то есть эпилопы для чего делать? Для эпилопы, для оставшихся. Храмы с аккузативом, да? Да, именно как делать. Храмы. Может так использоваться? Да, что предпринимать, делать. Последняя ночь. Ссылка на Платона. Гепоры готи хресайто. Он стал неудовымевать, что ему делать. Где там написано? Восьмое значение в... Восьмое? С дворецком. Да. То есть, что ему предпринять для пользы оставшемуся? Значит, на пользу оставшемуся. Ну, то есть, что добавить в оставшуюся, ну, в остаток? Поэтому перевожу для словом «добавить». Понятно, да. Почему здесь этого нету, аккузатива? Тут надо прочитать, наверное, все где-то найдется. Смесь дворецкого. Блин, это выяснил, сейчас помог у меня выяснил, не открывается. Найдет в ящике. Нет никого выяснил. Венталь, конечно, честно говоря, мне не нравится. Много написали, непонятно. Перевод дали. Они как дворецкие работают, просто перевод дают, да? Крестумы и добитативус они пишут. Конъюнктивы добитативус. Тем или этим, да? То есть, я недоумеваю, чем я воспользуюсь тем или этим. Чем я воспользуюсь, как вы говорите, на пользу тому, что осталось. То есть, на пользу остатку речи. Такой перевод, что ли? То есть, куда мне завернуть, да, дальше? Да, дальше такое. Вы хотите «весмани храу»? «Храу», да. Это маленькая статья. Да, есть «воспользоваться», «пользоваться». Но тут вообще без ссылок каких-либо. Ну ладно, давайте, конечно, наконец-то. Переводы есть какие-нибудь? Нет. Дальше что получается? Випистаз? Ну, каких-то, остановившись на делах Тизея и начав говорить о них, я как-то медлю... Метоксил тут по-другому нужно переводиться. Ну, я медлю между тем, чтобы остановиться и оставить... Ну, и оставить нетронутым вот эти вот параномии... Какое-то беззаконие и Скираноса, и Киркона, и других подобных ему. Какое-то метоксио не уверен. А Эпистаз как вы привели? Ну, как-то остановившись на делах Тизея. А УКНО как вы привели? Ну, это УКНО, я медлю, как бы, или я... Ну да, я не решаюсь или остановиться... Ну и... Вот у Метоксио я только не уверен. На полусловия. Да. А, все, точно. Не остановиться на полусловия и так как-то обойти вниманием, да? Паралей по... Ну да, оставить нетронутым вот это беззаконие и Скирноса, и Киркона, и других подобных. То есть я боюсь... Слишком уйти в дела Тизея, да? Существует много внимания Тизею. Обделить вниманием... Беззаконие, да. Ну, это какие-то разбойники вроде Скирноса, Киркон и другие подобные. Ну, окей, но с тот, геноменос, ставший антагонистом, ну да, противником, просгус, против них, Апелексен, ну, освободил... Освободил этих греков от многих и огромных каких-то событий. Несчастье. Да, несчастье. Он освободил их, то есть он их... Победив, так сказать, да, став противником их, он освободил... Блин, кого освободил? Греков. То есть Геленос. Ая. Ну, да, Греков. Так, а есть Ханамай. Я чувствую... А в чем логика? Значит, он говорит, что я слишком много говорю о Тизее, и боюсь, что я забуду упомянуть о тех, кого он победил, да? То есть одно и вытекает из другого. Я логику текста не понимаю. Я думаю, он боится остановиться на пору условий, да, и не упомянуть о каких-то еще важных делах, наверное. Каких? О том, что он выступил против вот этих разбойников, став против них антагонистом и освободил Геленов. А где противоречия? Где противоречия? А вам нужны противоречия? Он говорит, я слишком много буду говорить о Тизее и забуду сказать о врагах Тизее. Так это одна и та же тема. Враги Тизеи и он сам. Да, у меня никакие проблемы возникают. Ну, хорошо, да. Я чувствую, да, страны мы? Да, я чувствую, что... Я выхожу из регламента, да, говорят? Что я уношусь из-за пределов времени. Ну, это как раз понятно. И боюсь, да? Да, и я боюсь, испугался. Как бы кому-то не показалось, что я об этом больше стараюсь об этом, чем о ней... Как бы не показалось кому-то, да, кому-то не показалось, что я... Скорее, от ИЗеи, да, перед тут это от ИЗеи, да? Да, да. Чем... Чем о чем? Чем о ГЭС. Ну, я думаю, о Елене. Чем об Елене? А дальше как? Юпанет Хэн Архэн, ну, с которой я начал, как я понимаю. Это такое предаточное предложение. Чем о том, о той, о ком я начал речь, да? Да, да. Тут... О которой, да. Пропущено как будто бы что-то, да, как будто бы Лизе, как будто бы какая-то там... Не написали они, что тут аттракция какая-то? Ну да, в смысле, понятно, понятно. Спасибо. Так, может, Юрий, давай дальше, а потом я? Максима нет? Да. Да, есть. Давайте вы, я буду после Максима. Юрий, сейчас. Максима нет. Максима нет. Максима нет. Это тхо, тон, эстисменон, тханаинкой, то есть, легоменейс, рапостин, питиман. Из, значит, из вот этих обоих каких-то вещей. В общем, исходя из этих вышеизложенных аргументов, так сказать, я выберу оставить, я выберу, я предпочту оставить... Вы думаете... Я большинство, видимо, его деяний оставлю. В смысле, упущу, в смысле, пропущу. Да, да, да. Только, смотри, Гайрумой у Гайрео... Вы думаете, что это футурм? Футурм был бы Гайресомой. Это настоящее время? Да, понял. Я опускаю, да, Гайрумой у Гайрео. Значит, я опускаю, в большей части, содеянного, ТСМ. Дальше пока не очень понял, что я подумал. Ну, видимо, тут я опускаю, как бы, диатус ради каких-то людей, которых трудно удовлетворить. Вот этот вот дисколос акроменос. И, видимо, имеется в виду... Видимо, имеется в виду, буду говорить о тех вещах, а вот о других вещах каких-то, о которых говорится кратко, которые можно пройти быстро, чтобы вот этим вот личностям... Харисомой, да, чтобы я понравился, чтобы я угодил, да? Да, что я в этом личностям, в этом дисколос акроменос, да, видимо, чтобы я им угодил. И во всем... Он выбирает какой-то компромиссный путь. А, ну да, чтобы я и им, и себе угодил. Да-да-да, и Кейна, и Молокова, да. Что я понравился им, и как бы им понравился, и против себя я не пошел. Ну, да. Значит, и не во всем буду лишен... Не во всем, да, буду лишен конвюнтив. Не во всем был бы лишен чего? Не лишен, наверное. Да, да, тут, ну, как бы сказать-то. Не во всем был побежден со стороны тех, кто привык всему все порицать и говорить обо всем непочтительно. И все порочить. Звучит логично, да, я просто не понял, как это из грамматики вытекает. Это, как бы, проигрывать, оказывается слабее, да? Да, да. И это, конечно же, конъюнктив мы видим по омеге. Это все опасительно, как бы я не... Как бы я не... Я вот не понял, вот это истецмен, да? Это что за истецмен он такие? Привыкшие, имеющие обыщие. Как бы я не казался слабее, да? Как бы я не уступил, вот, да? Тем, кто привык. То есть не покорился, не покорился. Не был побежден теми, кто привык ненавидеть. С одной стороны, да? А также еще... То есть согласовано ли гуменество Ага, по-сему, да? А может и нет. Да. А, это есть какие-то критики такие, заядлые, которые ругают всех, кто что-нибудь не скажет и кто что-либо не напишет. Да, да. Был такой, по-моему, критик, он покойный, питерский. Топоров, что ли, вызвали? Или какой-то другой, который ни одной этой ретезии положительно всю жизнь не написал. Он в жизни написал литературный критик, который всю жизнь... А, еще есть Немзер такой, знаете, Немзер. Он известен тем, что он всех ругает. Вообще всегда, практически. А хвалит только каких-то авторов, которых никто не знает. Это, возможно, не существует. Само придумывает. Всех он, говорит, вообще всех. А когда я его спрашиваю, да какая же хорошая книга? Он говорит, ну там вот, Тынянов. Тынянов. Вот такие Немзеры, да, тут смеется, видимо, да? Как бы я им не поддался. А Пантапасин это... Не во всем. Не целиком, чтобы я им, так сказать, проиграл. Ну, это понятно, да. Ну, что, Максим тогда, да? Потом я. Ну, что, Максим. правильно. Палисius. Диесус. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И почему же у него нет соответствующего номинатива? Какой номинатив соответствует обычному идеальному залогу? Это во чем? Может быть это как бы безлично, как бы показано, доказано? Да, хорошо Скорее всего так Значит, отвага в этих делах, на которые он сам по себе осмелился, показано. Может быть, имеется в виду, очевидно. Кто-то здесь что ли? Что-то пишет. Что-то пишет. В этом параграфе, который занимает один длинный период, оратор вспоминает, не знаю, что такое Бенемеренца, какую-то другую Бенемеренцу. Видимо, какой-то подвиг Тезея, с помощью которого он помог дальше что-то там Адрасту и сыну Гераклу. То есть это про Тезея, так или иначе? То есть он предимастливал. Это Тезея предимастливал. Доказал с помощью чего? То есть или на деле, на делах, да? Энту, то есть Эпидекс, то есть Эргос. Смотрите, как он разрывает, да? Энту, то есть Эргос. Значит, показаны делами? Нет. Да, он продемонстрировал, доказал в деяниях каких-то, что с одной стороны Андрееву. Я думаю, он говорит, что вот отвага показана, а знания, которые он знает. Я даже не дошел оттуда. Подождите, аутоска-таутон что такое? Какое-то платоновское выражение сам. Аутоска-таутон. Он сам, да? Мне кажется, здесь имеется в виду, что он сам без чьей-либо поддержки. Ага. Тебе, да? Настоятельно. Да, дальше вы начали переводить, а знания, что там со знанием? Да, да. А знания же военные, которые он имел. Угу. Он, наверное, Эпидейкса то, энтайс-махайс, да? Опять же продемонстрировал, мне кажется. Да, да. Эпидейкс-махайс, гайс-агонису-тамет-холостес-фолерус. То есть, до этого он был, смотрите, тут был он аутоска-таутон, да? Вот это, да? А здесь уже не аутоска-таутон, а мет-холостес-фолерус, то есть, вместе со всем городом. Какой-то фильм такой есть про шериф американских, где он половину фильма сам там бандитов убивает, а потом только к нему присоединяется весь остальной город. Вот так и здесь, мне кажется. Сначала он один там что-то доказал всё, что он такой храбрый, а потом в каких-то сражениях, в которых он сражался вместе, да? Мета с генитимом, вместе с голостой с полюсом. Что-то вы молчите, я не понимаю. Вы всё понимаете, но она не переводится. Нет, я что-то… Вот этот Тен-де-пистэмон, вы говорите, тоже подчинено Эпидексите, да? Ну, они же симметричны. Тен-бен-ан-дри Эпидексите, Тен-де-пистэмон Эпидексите. То есть, когда он сражался один на один со всеми негодяями, он был смелым. А когда он возглавил сопротивление во главе со всем городом, это холостой с полюсом, он показал своё умение ещё, наверное, да? Возглавлять войну, да? Да. Вот это военное он показал в битвах вместе со всем городом, сразившись. Значит, да. Он ещё что-то показал, смотрите, он ещё и Сэби показал, много чего показался. Да, ещё и уважение к богам. Где ? Посмотрите. Где ? Поддержка ? Это находится . Да? Это глагола хититеу, да? Молиться, просить, серьезно просить. Значит, о уважении наших богам в отношениях о Адрасте и сынах Геракла. Вот что значит, что где-нибудь его означают? Надо посмотреть глагол хититеу, как работает. Стенос или как? То есть он умолял Адрасте и Геракла или помогал им? В словаре не смотрите, что написано? Он молился, да? Он просил этих, да? Да, давайте хититеу нормально. Есть хититея от хеона, это молитва богам, например. Ну, это я вижу в этом. Почему-то нет ссылки на нашу речь. Хититея от хеона, да? Адресоваться богам. Это ссылка на листья, да? Давайте листья почитаем. Просим одно, почитаем другое. Так, два. Вот. Это глагол, это инфинитив вроде как. А нет, это не инфинитив, это множество слов. Ну, то есть хеон, это... В смысле... То есть он умолял на детей Геракла о чем-то? Мне кажется, что нет. Мне кажется, это нелогично было бы. Мне кажется, это посессивусы. Чьи просто... Давайте мольбами это переводить. Или молитвами. Мольбами. Просьбами. То есть он благочестие по отношению к богам продемонстрировал в мольбах... Адраста и сыном Геракла. В мольбах Адраста и детей Геракла. То есть сам Адраста о чем-то кого-то просил. Ну, богов, наверное, как раз хеон. И дети Геракла тоже стояли просили. Причем здесь тогда его тесея, уважение к богам, если он ничего не делал. Ну, он шел, увидел их, что они молятся богам. Адраста и дети Геракла. Он снял шапку. И он провел тем самым. Кого? Ничего себе. Молодцы. Не знаю. Тут, наверное, все по-итальянски написано. Я так плохо знаю итальянский, что я не смогу так сходу понять, что тут... Как он проявил. Я не помню просто. Я думаю, там дальше опять... Может быть, это как-то пояснит. Дальше поясняется, да, чего же мы думаем. Он дальше поясняет, это Сократ, он специально для нас, да? В чем это заключалось? Там Гар есть, да? Тусмен Гар. Да, да. Значит, одних, победив в битве, он спас. А, да. Он победил. Одних в пелопонезцах, победив в битве, он спас. Одних он спас, победил в битве спартанцев, да? А другим парадидами, да? Другим он... Сейчас. То есть он помог им, по сути дела. Те молились богам, а он говорит, дайте молиться богам. Значит, я помогу им. Это хорошие люди, я им помогу. Да, он победил, победил, побежду этих спартанцев и помогу вас, по сути, самым этих самых... Кого? Дитя, здравствуй, что ли? Нет. Дитя, я... А, да. Дитя, клада, клачу, 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 клачу. А то да, то да, это, наверное, отраст, мне кажется. Ну, в общем, вот кому-то он позволил сохранить с почестями тех, кто Кадмеем был умершвлен насильно из фиванцев. Из-за силы, да? Из-за насилия фиванского, да, наверное, кауза? Умерших из-за насилия фиванского? Вот ей-то люди просили богов о помощи? А боги сами-то не помогают, может быть? Они всегда помогают, да? Он увидел, да, я помогу. То есть просили-то не его, получается, да? Сам того богом не был, он был царем, да, получается? Ну, он... Хотя там они все перемешаны, в общем. Бог там не поймёт. Он герой, да? Скажем-то, герой ему надо называть. Значит, получается... Ну, что вы не поняли, я всё-таки понял. А вам ещё не до конца перевели. Да, да. Значит, а... А другую добродетельность? И благоразумие? А про и ременос? Да, это я понял. Диокеон... Я ищу какой-нибудь смысл. Ранний момент в идеях. Это имеет в виду то, что он, наверное, укокошил этих двух козлов. С Кирона и Киркеона, наверное. Значит, а другую добродетельность и благоразумие в том, что уже было сказано, и особенно в том, что он устроил полис. Или управлял полисом. Да, управлял полисом. Что такое toys и toys? Надо понять. Ergwist, да? Где? Ну, toys. Вы же привыкли на нее. Ente toys, pray, reminence. Ergwist, да, каких-то? Ну, вот мы начинали слово Ergwist. Эпидрексы? Вот. Мне кажется. Ну, вот Ergwist, да? А вот она ещё какие-то Ergwist. Да? Деяния. Подвиги. Ну, давай. Не обязательно даже какой-то существительный, просто как в русском сказанное. Ну, ладно. Ну, хорошо, перевидите тогда всё вместе. Без слова Ergwist. Значит, отвага была показана вот в этих делах, на которые он сам по себе отважился. Знание же военное, которое он имел в битвах, которые вместе с целым городом. Он не имел в битвах его. Он его продемонстрировал. Эпидрексы там. Эпидрексы там. Да, да. Эпидрексы. И я сказал, что он знания имел. Да, имел знания в отношении войны, которые он продемонстрировал не в битвах, а которые... не которые он имел в битвах, он продемонстрировал в битвах. Имел он его в своих руках, да? Я так говорю. Ладно. Сразившись в битвах вместе с целым городом, уважение же к богам он показал в мольбах Адраста и сынов Геракла. Одних в битве победив и освободив пелопонезцев, спас и совершив спасение пелопонезцев. А другому же он позволил похоронить почестями тех, кто скончался от кадмея из фиванцев насильно, при помощи насилия. А другая же добродетель и благоразумие... Добродетель благоразумия, то есть он опять эпидекса-то... Да, да. Показал в уже сказанном... То есть он все-таки в словах показал? Ну, он к своим словам отсловит. Я думаю, что... Выше упомянутые слова, ли выше упомянутые дела? Выше упомянутые слова, ли выше упомянутые дела? Я протестую, я думаю, что дела. Ну, хорошо. Мне кажется, Лобой, Эрбузька. То есть... Что вы думаете, и Сократ упоминает свои собственные слова? Он упоминает дела, которые он уже упоминал. Ну, ладно, допустим. Выше упомянутым, да, так скажем? И наиболее в том, что он руководил городом. Ну, да, да, наверное, все-таки в делах, потому что здесь опять вот это вот Хойс. Эн Хойст Эн Полен. Вот эта связка тоже непонятна, мне честно говоря. Это аттракция, да, опять какая-то? Ну, если предполагает, что здесь имеется в виду тела, то вроде бы понятно. Нет, это понятно, грамматика-то непонятна. Понятно, почему Кузатевт Эн Полен, это понятно. Он руководил городом, родным своим городом, да? Да. Ну, он показал в делах, которых он руководил, наиболее в тех делах, которых он руководил городом. Не совсем по-русски, но я думаю... Ну, ладно, с русским-то ладно. Какая связь между датимом и абузатимом здесь? Ее вообще нет, на самом деле. Да. В делах, в которых он... Гусь, это что? Это эргус, допустим, да? В делах... А дальше, это же не дела, а он сам. Субъект Диокосента, это он, Тезерей. Да, да. В делах? Ну, мне кажется, здесь смысл такой, что в тех среди дел, которых он, в частности, руководил городом. Непонятно. Грамматика-то, не смысл понять, но грамматику непонятно. Чего пропущено? Так, дальше уже новое начинается. Нет пояснений каких-то. Они не поясняют эту грамматику, они поясняют только своих этих всех. Ну, вот посмотрите на начало предложения. Там то же самое. Энгойс, аутос, кадраутон, и киндюнусы. Да, то же самое, да. В делах... То есть пропущено энп... Здесь пропущено энтойс эргус тогда, смотрите. Ну, да. То есть эргус. Не просто эргус, понимаете, в чем дело? Не эргус, а этоз эргус. В делах... И даже энт пропущено, да? Я бы сказал, нет, не так, не так, не сюда, смотрите. Мне кажется, пропущено энтойс эргус, и надо сюда вставить. Этойс эргус, эт в которых, вот так, энтэн еще пропущен. Это эмиссия, да, это не аттракция, это эмиссия, так я это понимаю. Ну, допустим, да, идем дальше, есть какие-то возражения. Идем дальше. Тогда я читаю, да, у меня тоже какой-то адский отрыв попался, да? Горонгар туз биатон политон архензитунтас. Гетерс долеонтас, кай туз эпикиндинон тон бион, то есть ауэс катистантас. Ау туз передеос дзонтас. Кай полименант катзоменос метаментом политон прос туз эйпистра теу-менос. И тогда он тинон прос туз симполитыву-менос. Эти дэссюлонтас метатон треон. А пактейнонтас дэтуз белтистус тон политон. Апистунтас дэтуз айкиотатус. Удэн дэт радхю-мотэрон дзонтас тон эпитханату. Сюнилымэмену. Алата мен экссублин. Залумэн гаутуз дэ пар аутоэс малон тон халон люпуменос. Все, я дальше не буду читать так хорошо, значит... Горон. Дело в том, да, Гар, что причастие от глагола Горао, возможно, как бы он видел, да? Он, поскольку он видел, что те граждане, которые стремятся которые стремятся, зэтунтус, править... Дело в том, что он, поскольку он видел, что те люди, которые стремятся управлять гражданами с помощью насилия, вот эти люди такие, да, как бы, ну, склонные к насилию, они другим людям, перед другими людьми ходят на коленях, да? То есть они сами раболепствуют перед другими. То есть они другими управляют и сами при этом... То есть они хотят быть тиранами, при этом сами являются рабами. И он, поскольку он это видел, да, А что такое передеос? Передеос, это наречие? В смысле, да, наречие такое. Посмотрю. Да, очень страшно. Очень страшно. А, да, а смотрите, да, после глагола Грао какой оборот? Вот, Максим, какой оборот идет после Грао? Да. Дзетунтас и Дзонтас. Что это такое? Какие-то части... Аккузативус доплекс. Нет, это... Аккузативскому компартикипиум. После глагола Грао... После глагола Грао... После глагола чувственного восприятия Грао... Аккузативус компартикипиум. Он видел, что другие, которые стремятся быть насильниками к людям, гражданам сами, раболепствуют перед другими какими-то людьми. А также он видел, что те, которые... Катхистантас, то есть алоис, те, которые устраивают для других людей... Туз Катхистантас, да? Туз относится к Катхистантас. Те, которые... А это атрибутивная позиция, да? Я думаю, что это и так видно, да? На всякий случай пощеркнут. А те, которые... Не, не там я начал, да? Вот тябутивная позиция. Те, которые устанавливают крайне какую-то опасную жизнь для других, сами, аутуз, живут в страхе. Он это тоже видел. То есть насилие и устрашение, это палка в двух концах. Как он это видел? И те, которые заставляют, принуждают воевать... В-третьих, он что еще видел? Что они заставляют воевать... Нет, это же медиальное. Ана-кадзоми, ан-кадзоменус. Что они вынуждены воевать с гражданами. То есть они вынуждены в состоянии войны находиться с гражданами своими. Простус эпистратауменус. Эпи... Против кого? А вместе, воевать вместе рука об руку. При этом они вынуждены со своими рабами, или с теми, перед кем они сами раболепствуют, они вынуждены рука об руку воевать против тех, кто идет против них войной. То есть они вынуждены заключать союзы против внешнего врага с недругими внутренними. А с одной стороны, да? А с другой стороны, метаде с какими-то другими людьми они вынуждены воевать рука об руку. Против кого? Против тех, кто... Сюм... А, ну получается такая война против... Война всех против всех. Против своих сограждан. То есть они заключают союзы с внешними государствами, чтобы воевать с собственными гражданами. И, а в другой момент, они рука об руку со своими гражданами, которых они ненавидят, и которые их ненавидят, вынуждены вместе отражать внешние нападки врагов внешних, персов каких-то. Вот. То есть полная война всех со всеми, вообще тотальная, да, получается. Вроде так. И еще. Этиде. Сюлонтас. Сюлау это грабить вроде, да? При этом он видел, что они, да? Продолжает работать хурон, да? Хурон вызывает, смотрите. Хурон вызывает эти, порождает эти... Вот эти причастия. Раз причастия, два причастия, три причастия, четыре причастия. Он видел, что они, кроме того, этиде, кроме того, что они грабят богатство богов, то есть они грабят храмы, наверное, да? Такие же случаи были. То есть совершают святотатство, по сути дела. Дальше он видел, что они еще, смотрите, еще одно причастие. Вот эта хорошая фраза, но слишком сложная, правда, для темы о Кузатинском партике Пио. Они также убивают лучших из числа граждан, и они еще что, как бы окружают недоверием самых наиближайших людей, да? Ну, понятно, что они в страхе живут. И они еще... Кроме того, они живут как? Ничуть не легче, чем те, которые к смертной казни, наверное, приговоренные... Сейчас я пойму, что это... Сюнэлэменон, Сюнэрэу, наверное... Сюн-Ламбану. Те, которые собраны и... Собраны для того, чтобы лишиться головы, да? То есть они живут не легче, чем те, которые приговорены к смерти. То есть они каждый день могут умереть. Вот о чем говорит, да? Исократ. Но он еще видит... Продолжение, смотрите, что он еще видит. Он еще видит, да, что... Зелуминус. Что им завидуют. Не они завидуют, а им завидуют. Сейчас зелуминус посмотрю, как работает еще раз. Потом я все вместе соберусь. Они... Наверное, это такой реляционис. То есть извне, извне. Или все то, что находится вне их, им завидует. Почему-то там, не очень понимаю, почему средний род. То есть все, что находится вне их, все им завидует. То есть хочет стать ими. Все хотят стать тиранами. Все, что вокруг движется, вокруг тирана, все хочет стать тиранами. А сами же они... Сами же они... Люпео. Люпео-то печалится строгать, да? Сами же они... Огорчаются сами с собою. Когда они в одиночестве находятся. Сами же они пара утосят. Больше, чем остальные. Все, еще раз собираю. Ведь он видит, что те... Что одни люди, да? Те, которые стремятся других проработить силы, сами перед прочими людьми раболепствуют. Те, которые... Дальше. Это, во-первых. Во-вторых, те, которые другим устраивают какую-то нелегкую, полную опасность из жизни, сами живут в страшном страхе, в ужасном страхе живут. Передеос. Не просто деос, а передеос. В-третьих, он видел, что те, которые... Что вынуждены отражать удар внешнего врага, они... Те, которые отражают удар внешнего врага, вынуждены воевать рука об руку с теми гражданами, которые их боятся, да? А с какими-то другими людьми из других государств, они вынуждены воевать против тех, кто... являются их собственными гражданами. Кроме того, они воруют, видел он, да, в-четвертых. Он видел еще то, что они воруют богатство, храмовое богатство. В-четвертых, он видел, что... Видит, что они убивают лучших из людей. В-пятых, он видел, что они не верят самым ближним своим людям. Наиближайшему кругу они не доверяют. В-шестых, он видел, что они живут... ничуть не легче тех, которые приговорены к смерти. И в-седьмых, он видел, что они являются объектом зависти. Но при этом, когда они остаются наедине с самим собой, они самые несчастные всех. То есть, они более несчастные, чем все прочие люди. Все, дальше я уже не могу. Давайте дальше, да? Тут одно предложение осталось как раз на этой странице. Что есть больнее, чем жить? Это, наверное, как бы ты... Ну, кем-то не убился. А, нет. Как бы кто-то... Как бы кто-то не убил тебя самого из числа престута. Ну, из числа... Подчиняющихся? Из числа подчиненных, наверное. А, Эльзин. Они тут активны. Из числа помогающих. Приближающихся к тебе. Еще раз. Ведь... Что есть хуже, чем жить, всегда боясь, как бы кто-то не убил тебя самого из числа... Из числа тех, кто рядом, наверное, просто. А... И... Ничего... Разом хуже, там... Чего меньше... Как Валдин перевели? Хуже. Ну, не хуже, а больнее. Сравнение. Сравнение, да. Сравнение, да. Сравнение... А где объект сравнения? Что есть хуже, чем... Ну, Ти? Нет, объект сравнения через Э вводится. А, Эдзин. Чем жить? Чем жить всегда... Боясь. Боясь. Ну, какой там оборот-то? А чем боя... Чем... Ага, это Аккузатив и Инфинитив, да? Аккузатив с Комфинитивом. Чем... Ну, с чем всегда бояться жить... Как бы кто-то не убил тебя... Самого из числа... Ближайших. Угу. И... Ближайших. Медан, я... Гэттон, фагуменам тут сплата, тез... Этуз, эпиболеонтез. Флаганта, охраняющих или... Загава... Страивающих заговор. Медан, я гэттон... Какой ты падешь? А тоже аккузатив. А рот? Наверное, Дзен пропущен, но... А Фабумен что такое? Сегодня у нас в Вольфе был, похоже. Ну, Фабумен, да, причастие медиальное от Фабелла. Вы самое главное не говорите. Ну, в Аккузативе. Рот какой? Какой рот? Neutrum. Neutrum, да. Я думаю, что это Neutrum, да. Ну, по МДН понятно, что это Neutrum. Нет ничего страшнее, чем... Какой в Вольфе с этим? Харападзун, там было... Там было... Харападзун, там было участие среднего рода. Сомикрон на конце, он. Харападзун. Все долго думали, что это глагол какой-то. А, мне нету смущения, я не понимаю, как это собрать. Я понимаю, что это причастие среднего рода. Я не понимаю, откуда она взялась. Вот это, каймэдэн, гэттон фабуменон, туз филотантас, туз фибулеонтас. Ну, фабуменон, что боящаяся охраняющих или устраивающих заговор. Каймэдэн, гэттон фабуменон. Каймэдэн. Ну, как фабуменон, буквально перевести. А глагол фабумен, да? Ну, боящаяся. Боящаяся. Боящая... Что-то боится. Боящаяся. Вы знаете, что это нейтрально обязательно? Ну, потому что медэн, это нейтрально. Но они могут быть не связаны. И ничем не хуже боящейся своих хранителей. Ну, может быть, кстати, да, может, тогда не согласовывай. А у ГЭСа направление... Аккузативное? Кинитив. 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 Я думаю, что это от апоктейна, аккузатив. Тогда это, как правильно сказал, видимо, Максим, да, это мужской род. От глагола апоктейна. Как бы он... Это причастие к анъюнктам, наверное. Боящийся, как бы его самого, кто-нибудь из ближнего круга не убил. Не убил кого? Его, который ничуть не меньше боится своих телохранителей, чем тех, кто против него злоумышляет. То есть, как бы его, вот этого тирана, который ничуть не меньше боится своих телохранителей, чем тех, кто его злоумышляет, как бы его кто-нибудь из ближнего круга не убил. И можно перевести как бы нибудь каузально. Его, поскольку он боится, ничуть не меньше друзей, чем врагов. Можно так, да, поскольку он ничуть не меньше боится. Ведь он ничуть не меньше боится. Или именно потому, что он ничуть не меньше боится. Ближних, чем дальних. Так, ну давайте дальше. Меня смущало именно слово «гэттон», потому что я его распознал как «гэссан», и я его переводил как «гэссан». Так, ну это и есть «гэссан». Ну, я понимаю, как это, как существительное сопряженное с модем. И с фабуменами, поэтому я не мог собрать. Чуть не меньше. Так, ну давайте дальше. Еще через 10 минут отключаться, если что. Ну, давайте до 35-й прочитаем, может, до 36-й, да? До конца страницы. Нет, Юрий, вы пропустили вот это «тутон Ахапантон». Там еще есть кусок. А, да, точно. «Тутон Ахапантон, ката пронесас, каинамисас ук аркхантас, ала насемататон полиан эйней тус таюдос. Эпэдэксэн, хоть эрхадзион, эстин хама тиранэйн, каимэдэн, кхээран дьякейстхэй, тонэкс иду паритэвумэйнан». Так, значит, ну, при том, что все это, все это презрев и посчитав, что и посчитав, что вот эти вот не являются правителями полисов, но не правители полисов, но их болезни, показал, что легко одновременно тиранствовать и не линия. Линия. Так, я не понял, сейчас и не жить в условиях хуже, да, более, значит, более плохих впечатленцев, чем и не жить в условиях более плохих относительно тем, кто обладает равными правами, что ли? Иссаномия – это синоним демократии, да? Причем те, кто живут в состоянии демократии, наверное, не пишут по демократии, ничего, и все. Или Иссу это имеет в виду наравне с другими людьми, просто вот так вот в широком смысле. Не пишут они вроде ничего. А вот пишут. Я думаю, наравне с другими людьми, как он угували, дерите. То есть никого не насиловать, да, и ни перед кем не раболепствовать. Это протезе, да? Вот это все презирая, вот это тиранический образ жизни, да? И считаю, что это не не правители городов, а их болезни скорее, да? Чума, в общем. Тем не менее, ну тут Тюранейн используется в нейтральном смысле, да, наверное, править просто, да? То есть он сумел так править, чтобы быть на равной ноге со своими подчиненными, что ли? Демократические. А вообще... При этом тиранствовать одновременно. Тюранствовать, наверное, нейтрально используется слово. То есть просто басилеоуэн. Ну, Тюранейн-то был, да, он был тиран. Царствовать. То есть обладать... Держать все власть в городе и при этом чувствовать себя не хуже, чем остальные граждане. Такое ощущение, что он Песестрат написывает. Да, Песестрат же был любимым тираном, да? Они его любили. Да. Он там ходил, как бы, как Ельцин, да, переодевался в обычную одежду, ходил, смотрел, как обычно люди живут, да? Я, честно говоря, не помню политических взглядов и Сократа. Он был за что? Он был... на чьей стороне. Ну, ладно, может, не важно. Он нормально относился к тирании. Он там заигрывал с Дионисием, с Ракузским. А, ну да. А, ну да. Хорошо, что можно одновременно и царем быть. И тут, наверное, общий топос того, что тирана даже хуже себя чувствует, чем обычный гражданин. Вот он говорит, что можно быть как бы тираном и жить в условиях не хуже обычных граждан. Как это за их? Угу. Хорошо. Так, кто дальше? Дальше. Максим. Можно до колуна прочитать, да? Например. Хорошо. Можете все? Кай протонмен темпоян спораден кай катакомас уйку санайстаутан шунагагон телекаутан и поясан гостэти кайню а пакэйнут ухрану магистан тонгаланитм эйнэй. Смотрите, тут есть два разных лица, да, явно? Ойкусан – это множное число и поясан – это единственное. Хотя, хотя, ойкусан – это вообще, может быть, нет, это вообще, говоря, не глагол, да? Ну, это причастие. Причастие, да, причастие. Причастие согласованное с Полин. Так, сейчас. 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 Вот так мы отдохнули от Геродота. Максим, чувствуете себя отдохнувшим? Ну, на самом деле, в каком-то смысле, да, потому что в итоге, если все-таки приложение переводится, оно встраивается в общую картинку. А Геродот какой-то мозаичный. Да. Есть такое. Ну что, получается? Во-первых, да? И вот во-первых, да? В Айкео, надо понять, он его как-то заселил, что ли? То есть заселенный, да, город какой-то? Он его сделал Теликав. Понимаете, Теликавс, это не обязательно связано с фременем. По-моему, это связано еще с размером. Теликавс. Теликавс. все понятно спорадом как вот перевести учитываешь спорадически там и сям разбросанную по деревушкам посмотрите что он сделал он сделал вот таким-то вот большим видимо кого сделал город какой город разбросанный там и сям по разным деревушкам все все я понял и как бы собрав его да сделал его настолько большим что он до сих пор и сейчас с тех пор наибольшей из эллинских да да из эллинских городов видимо да так давать я то почитаю дальше методат авто кой нэнтэн патриды катастэсас каэтэ псюхастон симполит и уменун эллифт хорас экс иисутэна гамилан аутой спиритэс ритэсэ пояса пистэун мэнхом мойюз аутон прээксэн аскунтон госпир амилунтон эйдос дэта эстимасы гэдзилус усаста аспарата смега фронунтон это аспарата дулеонтон на этом он не становился это было первое его деяние да во первых а потом методы тавта а методы тавта катастэса да сделав отечество единым то есть объединив отечество но по сути это повторение предыдущей мысли а после этого объединив отец сделав отечество единым и освободив что это значит не понимаю освободив душу своих граждан что ли соплеменников он что он еще что-то сделал гаммела гаммела соревнования да он состязание какое-то устроил и пояс состязания наравне причем экс иису для них для этих граждан которых он уравнил да какой-то социалист прям да по поводу а нет по поводу добродетели он сделал соревнования или доблести да не знаю что имеется то спортивные игры какие-то или широком смысле слова соревнования веря то есть полагая дописывая веря что веря что проехал надо посмотреть это будущее время проехал что он возвыша а он опередит он опередит их причем в одинаковую степень опередит тех из них которые ходят спортивные залы тех кто сидят на диване скажем так и каких-то крутых и каких-то инертных он всех опередит вере то есть он не боялся конкуренции и дос это причастие от глагола ойда зная что что почести которые можно получить они являются более приятными если они получены со стороны тех кто высоко высоко хорошо с тебе думает чем со стороны тех кто а ну понятно да чем со стороны тех кто просто раболепствует что приятнее получить награду со стороны сильных и свободных людей чем со стороны рабов вот давайте сегодня на этом остановимся да да спасибо до свидания до свидания до завтра завтра до 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 завтра